Здравствуйте, с вами Цердон. Если вы уже определились с помощью моего предыдущего видео, ссылка на него есть в описании, с необходимым вам под вашей целью и задачей процессором и оценили примерную стоимость вашего персонального компьютера, то следующим шагом вам необходимо выбрать для вашего ПК материнскую плату. Выбор материнской платы для вас будет состоять из двух этапов. На первом этапе самое главное знать какое гнездо так называемый сокет у вашего процессора и каким набором микросхем материнской платы так называемым чипсетом он поддерживается. Кто хочет подробно разобраться, что это за звери такие, интернет вам в помощь. Для того, чтобы просто собрать себе ПК, углубляться в эти вопросы не обязательно. Главное, чтобы у материнской платы, которую вы выберете, были сокет и чипсет именно под ваш процессор. Для этого необходимо в описании процессора, который есть в каждом интернет-магазине, найти строчку гнездо процессора или на латинице сокет. В моем случае это LGA1151. На сайте производителя или из интернет-обзоров узнаем, какой чипсет или на латинице чипсет ему нужен. В моем случае это Z370. Причем, скорее всего, вы уже узнали оба этих параметра для своего процессора еще на стадии его выбора. Точно определившись сокетом и чипсетом, переходим ко второму этапу. На втором этапе, в любом надежном интернет-магазине, отбираем в каталоге все материнские платы с нужным вам сокетом и чипсетом. Читаем их подробные характеристики, сравниваем со своими целями и задачами, типа все по минимуму, лишь бы работало, или хочу и разгон, и Wi-Fi, и чтобы лампочки сверкали и переливались, ведь скоро Новый год, будет вместо елки. Из отобранного выбираем пару-тройку подходящих вам вариантов, а чтобы окончательно определиться, читаем, смотрим на них обзоры. В моем случае мне нужна была материнка с возможностью разгона, разъемом, иначе говоря, слотом типа М2, с возможностью на будущее установки двух видеокарт, отличным звуком и минимумом дежутерии. Хотел вообще без нее, чтобы лишнего не платить, но без лампочек под недешевый процессор на сегодня вообще похоже не найти ничего. В итоге я остановил свой выбор вот на этой материнке, Asus ROG Strix Z370F Gaming. Дороже смысла брать нет, там добавляются не нужные мне опции, а если дешевле, то звук слабее. На этом все, в следующем видео я расскажу вам безумные детали, как к вашему процессору подобрать систему охлаждения. Благодарю за просмотр, всем до новых встреч.